день добрый дорогие друзья представляем вашему вниманию анонс аукциона 570 и первый лот нашего аукциона это картина рихарда карла зоммера перегон через реку в предгорье заилийского алатау зоммер известный русский мастер этнографического пейзажа один из основатель близкого общества изящных искусств он с успехом закончил императорскую академию художеств его работы экспонировались на выставках санкт-петербургского общества художников а позднее на ежегодных осенних выставках и выставках общества русских акварелистов художник много путешествовал по средней азии и за кавказью вдохновляясь красотами местной природы и особенностями быта народа его работы представлены в государственном русском музее в региональных музеях и музеях стран ближнего востока где путешествовал автор картина перегон через реку в предгорье заилийского лотау исполнена зоммером на его излюбленную тему переправа погонщика скота через реку яркие краски голубого неба и чистых вот реки холодные вершины горного хребта и насыщенные изумрудные одежды главного героя пейзажа радостная песнь о жизни местного народа полотно отличается искусно прорисованными деталями и тонкой работой с оттенками окунающими зрителя в некий мир восточной сказки который одновременно такой реальный живой и настоящий второе лото аукциона купить картину это работа федора белоусова вид снивы федор белоусов русский живописец график родился в 1885 году в саратове где учился в боголюбовском рисовальном училище а затем переехал в петербург где занимался в рисовальной школе общество поощрения художеств и одновременно посещал студию браза затем учился в московском училище живописи вояне изучество белоусов работал как художник декоратор также занимался из танковой живописью и графикой он всегда оставался верным реалистическому направлению в искусстве и продолжал традиции лирического пейзажа белоусов обладал уникальным даром превращать обычный простой мотив в целостную проникнутую полный мир ощущения картину мира его картинам присущи выверенная композиция пленерное ощущение цвета и тональное единство на картине представленные на нашем аукционе изображен вид на санкт-петербург с невы со стороны академии художеств жители северной столицы корабли облака и волны застыли в момент когда кисть художника коснулась листа он поймал момент жизни прекрасного города кто-то спешит по делам кто-то вальяжно прогуливается по набережной и все это на фоне поэтичной архитектуры петербурга благовещенского моста исакиевского собора здание адмиралтейства и вечных охраняющих портал всех племен сфинксов изящный детальный рисунок и нежные красочные сочетания все подчинено одной мелодии так искусно созданный автором картины не забывайте поставить лайк под видео если вам было интересно а также подписаться на наш канал следующая работа представленная на нашем аукционе картина якова ромаса натюрморт с самоваром яков ромас советский художник живописец ученик николая крымова и николай ульянова народный художник ссср он много работал как театральный художник в 1935 году оформил исторический музей и советский пабильон на всемирной выставке в нью-йорке в 1939 году ромас также является автором оформления станции красносельская московского метрополитена он известен как искусственный мастер пейзажа и жанров и тематических композиций на его полотнах можно увидеть природу каспия и средней полосы россии а также пейзажи мексики отдельный цикл работ написанных автором после его поездки в 1958 году в далекую страну его работы входят в коллекции государственной третяковской галереи русского музея дрезденской картинной галереи и других известных музеев картина натюрморт самоваром была написана в 1963 году и относится к позднему периоду творчества художника теплые оттенки спелых яблок перекликаются с терракотово-красным фоном и контрастирует с холодными лепестками букета потемневшая латунь самовара рассказывает историю не о декоративной его роли а частных теплых вечерах в атмосфере домашнего уюта вдали от городской суеты о тихих душевных разговорах о главном за поздней чашкой чая четвертый лот нашего аукциона картина саша сафошкин из серии люди портреты владислава зубарева зубарев художник шестидесятник поэт философ искусства один из немногих признанных при жизни классиков современного искусства он был учеником и преданным последователем школы или билютина однако со временем художник отошел от аналитического и научного взгляда на искусство свойственного кругу новой реальности и создал свою студию темпоральная реальность с подходом основанным на иррациональном и интуитивном действие владислав зубарев стремится создать новые приемы в искусстве позволяющие на плоскости холста отражать разные возможности ощущения времени его картины отличаются особой экспрессии выражены в мазках и штрихах которые наносились словно в интуитивном эмоциональном порыве работа из серии люди портреты саши сафошкин яркое отражение уникальной художественной манеры автора он уверенно говорит на языке абстрактной живописи большой формат холста поле где автор чувствует себя как рыба в воде проявляя смелость творческого воображения в осмыслении формы через вихрь разнообразных по плотности и фактуре и насыщенности мазков работы зубарева находится в собраниях многих музеев и частных коллекций министерстве культуры российской федерации третяковской галереи в музее метрополитен и зиммерли музеи в нью-йорке если в вашей коллекции есть достойные предметы искусства которые вы хотели бы продать через платформу купить картину присылайте информацию на нашу почту подписывайтесь на наш телеграм-канал купить картину чтобы быть в курсе новостей из мира искусства и получать свежую информацию о новых лотах нашей платформы extractье проявляем свои культуры чуть-чуть условное сообщение подписываяся на нашу почту 53% 54% Продолжение следует...